Исламская республика Иран достигла всех целей, которые были разработаны и реализованы после начала агрессивной стратегии в первую годовщину навязанной войны с наименьшими жертвами и наибольшим ущербом для режима боасистов Саддама в трех операциях – Самен Аль-Айме, Тарик Аль-Куц и Фатх Аль-Мабин. В трех операциях, так как силы иракских подразделений армии боас рухнули, а их оборонительные линии ослабли и стали хрупкими, коалиции и силы иранских сил стали мощнее. Присутствие людей на фронтах, особенно молодежи, было умножено на несколько успешных операций. Если бы не было поддержки людей, эти успехи не были бы достигнуты. Военная система была реализована в ходе широкомасштабной борьбы людей в операции Тарик Аль-Куц. За время операции Фатх Аль-Мабин более широким и более полным образом. Объединенное командование армии Иксир командовало с самого высокого до самого низкого уровня. Передача сил осуществлялась таким образом, чтобы они могли использовать свои сильные стороны для устранения своих недостатков. Революционная гвардия также быстро расширялась. Битва с иракской армией боас с бойцами Исламской республики Иран была народной битвой, а не классической войной. Революционная гвардия Революционная гвардия После каждой операции Ирак оснащался оружием массового уничтожения с помощью 56 стран из двух восточных и западных блоков и при потере большого количества силы военной техники. Но у иракских сил с многочисленными потерями не хватало духа для борьбы с иранскими мотивированными и самоотверженными молодыми силами. Иракские силы были отправлены на фронт с давлением, угрозами на смерть. Но иранские силы добровольно вызвались с высокими мотивами и мужеством, не жертвуя собой, чтобы защитить идеалы Исламской революции и освободить оккупированные врагом районы. Они были из всех слоев общества в иранском обществе, включая фермеров, рабочих, служащих, студентов, преподавателей университетов и студентов. Иранские матери также отправили своих детей на фронт. 8 лет священной военной обороны – это популярный эпический эпос в истории мировых войн. Операция Бейталь-Мукадас является одной из самых гордых в эпической народной эпопее в течение 8 лет святой обороны. Боевое сражение в операции Бейталь-Мукадас можно считать шедевром 8 лет священной обороны. После операции Фатх-Аль-Мабин в Ираке стало очевидно, что районы Харам-Шахр и Западный Корун станут следующей целью Ирана. Прошел всего один месяц с момента окончания операции Фатх-Аль-Мабин до начала операции Бейталь-Мукадас. Поэтому подготовка народных, непрофессиональных сил за это короткое время была одной из главных задач революционной гвардии. Но очевидная вещь в операции, которая была основной причиной поражения иракских сил, была особая тактика операции, а именно пересечении реки Корун. Фактически, эта тактика привела к поражению и разрушению значительной части иракских сил в операции Бейталь-Мукадас. Вооруженные силы Исламской Республики Иран подготовили в общей сложности 196 военнослужащих для операции Бейталь-Мукадас. Из них 135 были прикреплены к СИР, организовывающей народные силы 61 батальон. Соотношение иранских сил к иракским силам было один к одному. Разумеется, следует отметить, что иракские силы превосходили иранские войска с точки зрения оборудования, средств поддержки, военно-воздушных сил и артиллерии. Превосходство иранских сил было обусловлено исключительно высоким моральным духом и мужеством для борьбы с торшився байсистскими силами в Иран. Музыка 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 34-дневное сопротивление защитников Харамшахра в начале иракской воинственной агрессии оставило большую боль и скорбь в сердцах всех иранцев, особенно воинов. Защитники Харамшахра противостояли с малым количеством оружия и средствами, чтобы остановить падение прекрасного города Харамшахр и стали жертвами мученичества. Поскольку операция «Самен-аль-Айме» была спроектирована, чтобы разбить осаду в Абадане в конце сентября 1981 года, основной целью последующих операций было обеспечить освобождение города Харамшахр. Харамшахр с его 250-тысячным населением был самым крупным коммерческим портом в Иране в 1980 году с возможностью передачи 1,5 миллиона тонн товаров, поступающих в Персидский залив по всему Ирану. Соединение с железнодорожной сетью, причалами, подходящими для больших кораблей, близость к нефти, к нефтеперерабатывающему заводу Абадан представляют собой Харамшахр, насыщенной, пышной, великолепной природой, которую называют невестой портов Ирана. Во второй половине дня, 22 сентября 1980 года, Харамшахр оказался под сильным огнем иракской армии. Все были удивлены. Массивным огнем минометов и вражеских пушек в городе. Город горел в огне, и звуки взрывов не прекращались. Долгое время не прошло, как больницы стали наполнены ранеными и мучениками. Женщины и дети. Престарелые были эвакуированы через пустынные дороги. Люди, особенно молодые люди, пришли в мечеть и в другие базы, чтобы организовать сопротивление. Сопротивление групп было сформировано на полях войны. На стороне врага были артиллерия, танки, минометы, тяжелые пулеметы и бронетанковые силы. А на стороне иранского сопротивления были винтовки У-1, Г-3, фейерверков и несколько ручных противотанковых гранатометов. В ходе 34 дней сопротивления многие защитники Харамшахра пали мученической смертью, но помешали врагу быстро достичь своих целей по оккупации Хузистана. Несмотря на то, что Харамшахр потонул в крови, попал в руки врага. Один из командиров в третий день осады Харамшахра сказал о сопротивлении исламских воинов. За 34 дня осады Харамшахра мост трижды рухнул. Но мы остановили иракцев. 28 октября 1980 года этот день стал днем эпоса Харамшахра. Эпопея длилась 34 дня. Но, несомненно, жертвы и мужество защитников города против агрессивной и вооруженной армии Саддама останутся увековеченными в истории во имя прав человека и справедливости. Субтитры создавал DimaTorzok